Сегодня действующий премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что не стоит торопиться с введением визового режима на границе Украины и России. Буквально накануне Украинский Совет Национальной Безопасности призвал ввести визы. Россия, как сообщается, то закрывает, то открывает пропускные пункты на своей стороне границы. Чем вызвана такая частая смена мнений, выясним у политического обозревателя РТВА и Марии Гордон. Маша, приветствую вам слово. Здравствуйте, Роман. Отношения России с Украиной все больше и больше напоминают бракоразводный процесс в его самом худшем варианте со взаимными обвинениями, упреками, разделом имущества и жилплощади и битьем политических тарелок. В этом контексте никто не удивился, когда в среду Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины, СНБО, решил ввести визовый режим на границе с Россией, а до начала его действия, используя для въезда из одного государства в другое загранпаспорта. Такое решение активно поддержал министр обороны Украины Андрей Порубий. А в четверг к предложению присоединился и МИД Украины. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебинис. МИД разрабатывает соответствующие предложения по реализации этого вопроса, и в ближайшие дни мы готовы внести их на рассмотрение правительства Украины. Перебинис пояснил, что такие шаги Киева связаны с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан Украины, поскольку в последнее время на территории страны осуществляются провокации, организованные Российской Федерацией. В частности, по его словам, украинские правоохранители имеют доказательства направления российской стороной на Украину специально подготовленных диверсионных групп. Введение визового режима, что называется, висело в воздухе. В Киеве уверены в том, что многочисленные пророссийские манифестации на востоке страны были организованы не без участия так называемых политических туристов из-за кордона. Историями о провокаторах и агитаторах, приезжающих с полным набором агитматериалов, полнятся социальные сети. Популярные в последнее время стометровые российские флаги должны были откуда-то браться. Вряд ли их кто-то покупал в Харькове или Донецке в газетном киоске. Призывы закрыть границу не первый день появляются в украинской прессе. Российский МИД сухо отметил, что никаких уведомлений украинской стороны не получал. При этом противодействие не заставило себя ждать. Москва буквально сегодня остановила жителей приграничных районов в пунктах пропуска в Харьковской, Сумской и Луганской областях. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Теперь эти пункты уже не будут пропускать ни граждан Украины в сторону РФ, ни россиян в сторону Украины. Граница в этих районах закрылась де-факто, пока исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов еще не принял решение по этому вопросу. А теперь еще один интересный момент. Временный премьер-министр Украины Арсений Цинюк пока тоже не решил, поддержать решение Совета национальной безопасности о введении визового режима или нет. Здесь надо семь раз отмерить и один раз отрезать, заявил Цинюк по прибытии в Брюссель, где он собирается подписать политическую часть соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Премьер сообщил, что в связи с рабочим визитом в Бельгию преждевременно покинул заседание Совета и не смог в полной мере изложить свои аргументы по указанным вопросам. Немедленно по возвращении в Киев премьер-министр намерен обсудить их с исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым. На наш взгляд, довольно неожиданное признание в устах политика. Не успел договориться? Впрочем, его сомнения нетрудно понять. Юго-восток страны с участием политических туристов из России или без него катастрофически лихорадит. Если тех, кто ездит на заработки в Россию каждый день или посещает родственников каждое воскресенье, озаботить получением загранпаспортов и виз, они уж точно рассердятся на правительство. В том состоянии, в котором это правительство находится, оно этого себе не может позволить. А профессиональные провокаторы уж точно получат и визы, и паспорта, когда им это понадобится. Так что Яценюку и Турчинову будет что обсудить. Роман. Мария, благодарю вас. Политический обозреватель РТВА Мария Гордон о перспективах введения визового режима между Украиной и Россией.